добрый день добрый день дорогие друзья всем шалом шалом значит мы сейчас попробуем зайти также и в ваикра и провести урок одновременно и в телеграме так телеграм и значит как прекрасно что мы живем в такое время когда можно проводить урок торы из машины и передавать его на весь мир сразу сигнал и фейсбуке и в телеграме и все работает слава богу отлично значит мы начинаем новую главу новая глава называется бэшалах когда послал как послал значит глава глава б шалах первый день всем хорошей недели хорошей недели прекрасной веселой продуктивной идеи в которой в которой может быть все что угодно но мы надеемся что будет хорошая правильно то есть счастлив человек который будет вашим счастлив человек который надеется на бога и бог будет ему поддержка будет ему опорой будет ему все давать поэтому мы настраиваемся на очень хорошую мощную сильную веселую неделю и всевышний нам ее даст вот так вот мы будем а чтобы это произошло что мы должны делать мы должны учить тору вот мы учим тору и было и чтобы заслуга этого урока наступил мир чтобы каждый выздоровел кому нужно выздоровление у каждого было благополучие кому нужно благополучие и чтобы главное был шалом шалом в душе шалом в отношениях и шалом будет тогда во всем мире значит дело было так значит и было прям начинается глава и было когда послал фараон народ и не повел всесильный их прямо в землю плешки прямо в землю израиля до те корову потому что это был близкий путь и амар его им потому что сказал всесильный может быть пожалеет народ когда увидит войну и вернуться видеть значит это очень важная вот прямо вступление которое нам открывает сразу очень важный принцип в том как всевышний управляет миром и в том что происходит душе у человека значит каждый человек он живет в своей то есть человек это творец творец своего внутреннего мира мира своих убеждений своих верования во что человек верит и то есть его мир да то есть один верит в одном втором или другое 1 на верит что он все может 2 верит что он ничего не может один верит синицу в руке 2 верит журавля в небе каждый по своей вере живет и каждому по его вере приходит и вот значит всевышний он знал что он полностью готов сейчас выполнить свое обещание перед аврамом и скаком и яковом и завести еврести народ землю израиля дать тору дать землю израиля то есть все приготовлено было для прекрасного завершения этапа в развитии человечества когда человечество было в такой темноте и вот тут прямо зажигается свет и значит все человечество выходит на совершенно новый уровень а еврести народ народ священников да все прекрасно все готово на небе все уже прям все заготовлено но что но люди своим мышлением могут себе это все разрушить значит свышний понимал что они были рабами они 210 лет были рабами они очень боялись своих хозяев они боялись завтрашнего дня то есть человек в рабстве может быть только если он боится по-другому не может быть в рабстве и они были пропитаны вот этим страхом перед завтрашним днем перед людьми а что будет а как будет а и в общем не на что им было надеяться на себя они не могли надеяться про бога они не знали было 10 казней но опять же все можно трактовать по-разному то есть любую вещь можно трактовать как тебе удобно и всевышний видел что даже при всей его помощи они не готовы сейчас победить войне он видел что для того чтобы победить в войне так объясняет молодым должно быть у человека в прежде всего смелость внутренняя и тогда всевышний может ему дать удачу или может не дать удачи то есть может быть человек очень смелый и никакой у него удачи нету и все вообще пустота а может быть он у него такая удача у него такая пера вообще а он значит а он боится он боится и шага не делает да это прямо вот в жизни мы видим многократно кто-то рискует и пьет шампанское кто-то рискует и не пьет шампанское кто-то не рискует и не пьет шампанское и чтобы он не рисковал и пишем банского такого по определению нет то есть если человек не делает свое действие ему не может повезти что выиграть в лотерею нужен лотерейный билет и вот это здесь как раз этот принцип он здесь выражен всевышний говорит нет коротким путем не поведу они еще не готовы, им надо еще набраться веры, а то они увидят войну и сразу бегут обратно в свой Египет, в свое рабство. Боисевла им и повернул всесильный народ в пустыню, в сторону Ямсу, в Красного моря, в хамушим алу бне Исраэль мэрат мисраэм. И вооруженные вышли сыны Израиля из земли египетской. То есть у них уже оружие было, но оружие это не самое главное. Самое главное это дух дух, который есть у человека. Конечно, если духа нет и есть оружие, не помогает. Если есть дух и нет оружия, тоже сложно. Но если есть и дух и оружие, тогда отлично. Вот они уже были вооруженные, но пока есть еще без настроя на победу. Вояках Моше этот смот Йосеф и Мо. И взял Моше кости Йосефа вместе с ним. Ти ашбе ишбе и дны Исраэль ле мор. Потому что он заклял, заклял. Взял он клятву сынов Израиля, говоря Пакотев котел им Эдхэм. Бог вспомнит, вспомнит вас. Вэалитэм этот смотай и поднимите мои кости. И вот тут вот такая вот фраза идет. Очень важная фраза. Следующая. Мизэ и Эдхэм. Возьмите мои кости с вами. Не оставляйте, что мы потом вернемся и возьмем. Не, не, не. Берите кости вместе с вами, чтобы сразу выходите, берите с собой. Значит, Моше Робейну, он занимался в это время духовной работой. Мы видим сущность Моше Робейну из этого тоже поступка. Он взял, значит, гроб Йосефа. Есть очень много преданий в Уснаторе, кто любит мистику. Значит, Моше Робейну написал имя, написал Шор, встань, да. И он бросил табличку в Нил и поднялся гроб Йосефа из Нила. И потом эту табличку взял такой человек по имени Миха, был такой человек. И потом он бросил эту табличку в огонь, где плавилось золото и встал оттуда золотой телец. То есть это вот есть такая прям целая, вокруг этой таблички и вокруг того, что Йосефа взяли кости с собой, целая история. И в заслугу Йосефа раступилось Красное море. То есть Йосеф обладал невероятной силой влияния на вообще все происходящее в еврейском народе в мире. Значит, и вышли они Месукот, и остановились они на краю пустыни. И Бог, Ваашем, Бог, видите, здесь не Элутим, не Всесильное написано, а Бог, это четырехбуквенное имя, Юткай Вавкай, который обозначает Творец Мироздания, тот, который за пределами структуры. То есть каждый раз, когда идет проявление не как силы природы Всевышний проявляется, используется имя Юткай Вавкай. И написано, что Бог шел перед ними днем, как столб, как облачный столб, значит, вести их по пути, а по ночам он был, этот столб выглядел как столб огня, который освещал ночь, значит, чтобы шли они днем и ночью. Ло Ямиш Амута Анан Юмам не двигался этот облачный столб днем, представляете, такой огромный облачный столб, как смерч такой, только он не двигается, то есть он как будто бы в другую реальность, такой портал. И огненный столб ночами не двигался он сейчас, перед народом. То есть он, именно это было проявление Всевышнего, два этих столба, чтобы народ постоянно ощущал постоянное присутствие Всевышнего, то есть это было целью вот этих всех вот маневров, чтобы еврейский народ привык, что есть Бог, который с тобой. Теперь, это то, что царь Давид говорил, гам ти елег бегет салмавек, даже если я буду идти долиной смерти, ло и рара, не случится зло, потому что ты со мной. Но чтобы в эту мысль ее поверить, понять, прочувствовать, что Бог всегда с тобой, им надо было вот постоянный такой, знаете, тренинг. И вот они видят эти два столба. Вайдабер ашемель мушель море. Говорил Бог, мушель говоря, скажи сынам Израиля, вайяшуву вайханулев ней пи ахирот бен мигдоль у бен аям. Значит, чтобы они сделали еще один маневр, развернулись и остановились они перед местом, которое называлось пи ахирот, между какой-то башней и между морем. Перед Бальцафон был такой идол, Бальцафон это был огромный идол, типа вот сфинкса этого, знаете, в Едипте сфинкс, а был какой-то в то время Бальцафон, тоже какой-то идол египетский. И, значит, пусть они там остановятся. Было какое-то место, которое было окружено вот этими их ритуальными разными храмами, да, где они поклонялись идолам египтяне. И после вот этой ночи первенцев, когда были разруха, все идолы были, они повзрывались. Оставался один вот этот идол, и египтяне думали, что этот идол, вот этот идол уже тогда, значит, он их спасет, он самый сильный идол. И Бог говорит, сейчас мы устроим такое еще одно представление, чтобы еще раз было всем понятно, что нет никого, кроме Бога. Значит, остановились они в этом месте, узкое место, впереди море, справа один храм какой-то, слева другой храм, идолы вот эти все огромные, такие как сфинцы, и сказал паро, Лебне Исраэль, сказал паро сынам Израиля, Невухим Эм, Барец, Сагар, Алейм, Амидвар, а запутались они на земле, закрыл перед ними, закрыл перед ними пустыня вход. Он подумал, фараон, что Бог еврейский, и тут очень надо понять, смотрите, фараон был маг, он победил весь мир, весь мир ему поклонялся, самая сильная армия в мире, значит, все, такой прям, он был маг и чародей, и самый сильный вообще царь в мире. У него есть народ, евреи, какие-то там чечмеки, которые вообще, ну, непонятно кто, где-то они там что-то делают, ну, вообще, вот, вообще непонятно кто. теперь приходит от них Маше Рабейну и говорит, Бог сказал их отпустить. Фараон говорит, какой Бог? Я не знаю никакого Бога, кто это, что их Бог, вот этих чечмеков, которые здесь 200 лет у нас в рабстве, 210 лет, что я в крови их детей в ванну принимаю и не было никаких проблем, значит, что это вообще такое? Кто ты такой, Маше? Кто это за народ? Что за Бог этот, который это все позволяет? То есть, фараон не верил в силу Всевышнего до последнего момента. Он не понимал, что есть тот, кто над всеми силами и вот это рабство, это было тоже в плане Всевышнего, то есть, это так он, такой у него был план. И он постоянно возмущался и он все время думал, что где-то сейчас мы, да, этот Бог, он тут что-то может, еврестия, тут что-то может, а там, наверное, он не сможет. И тут он видит, что они запутались в пустыне. Он говорит, все, запутались они, значит, их Бог в пустыне не работает. Значит, и Бог это говорит Маше в пророчестве. Сейчас фараоны, вся его армия, погонятся они за вами и, значит, узнает весь Египет, что я Бог и так, так и будет. И сказали царю Египта, что убежал народ и, значит, повернулось, развернулось опять в сердце фараона и его рабов и сказали, что это сделали мы, что выслали мы Израиль из нашего рабства, что это такое, они говорят, что на нас нашло, непонятно вообще, что это вообще, как мы, велите египтяне, как мы, велите народ, значит, отпускаем вот этот вот этих чучмеков, рабов, которые у нас рабами были. Не, мы такого не потерпим. Это у них такие мысли пошли, да? И сказал Этрихбо, Вэтамо, Лакахмо, значит, А, Вээсэр, Этрихбо, фараон говорит, за эти самые, запрягайте колесницы, запрягайте хлопцы, кони, и, значит, мы сейчас погонимся за ними. И взял он 600 колесниц, взял он спецназ свой, да, который у него оставался, и, значит, Бог усилил сердце фараона и царя Египетского, и погнался он за снами Израиля в Убне-Исраэль иотсимбеятрама. Сыны Израиля выходят с рукой подняты. Они начали распрямляться, то есть, они уже видят, что, вот представьте, вот человек есть, да, человек, он всю жизнь боялся, 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 потом у него есть вот этот вот враг, которому его представление, ну, нереально с ним бороться, да, то есть, нет никакого шанса его победить. И теперь ему Всевышний, он должен ему доказать и воспитать, что ты можешь, и он должен в это поверить. И вот они, как бы, народ Израиля, знаете, вот эти все сомнения, верю, не верю, верю, не верю, верю, не верю. И что интересно здесь, да, в итоге все это поколение, они, они на испытании грехразведчиков, когда разведчики сказали, мы не сможем зайти в землю Израиля и победить после всего, что Всевышний для них делал, он им делал там такие чудеса, 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 и все равно они говорят, нет, говорят, боимся, мы не можем зайти. Тогда Бог сказал, все, это поколение не достойно зайти в землю Израиля, значит, они в пустыне умрут, а значит, зайдут уже их дети, про которых они говорили, что они не зайдут. И так оно происходит в жизни, то есть, человек, он, он живет в каком-то своей концепции, да, вот, и большинство людей боятся, реально боятся за завтрашний день, за свое здоровье, они все время живут в страхе, при этом у них в данный момент может не быть никаких оснований, чтобы бояться, то есть, у него в данный момент, вот он сидит, у него все спокойно, все хорошо, и он все равно боится и боится, боится и тревожится, и все, вся его жизнь построена на вот этом страхе за завтрашний день. Всевышний, это, кстати, вот, когда мы говорили, что является главным проявлением веры, да, главным проявлением веры является выполнение заповедей Всевышнего, и вот это состояние уверенности, которое было у царя Давида, гамки, и лех, даже если я буду идти в долиной смерти, со мной не случится зла, потому что ты со мной. И когда человек входит вот в это состояние реального бетахона, уверенность во Всевышнем, близость со Всевышним, и эта близость не нарушается внутренним страхом, как, например, этот самый Яков, про отец Яков, он боялся, он был, тоже написано, и испугался Яков, и стало ему страшно. Почему он боялся? Он боялся, а вдруг его заслуги закончились, а вдруг он не выполняет волю Всевышнего, а вдруг то, а вдруг это, и он внутренне, он опасался, он внутренне опасался, что где-то он что-то не так сделал, да? Получается, что сам же Бог нам сказал в Мишле, в притчах царя Соломона, есть очень такой отрывок интересный, ашры аиш мифахет тамид, значит, счастлив человек, который все время боится, но неправильно переводят, переводят боится, это неправильно, не может быть счастлив человек, который боится все время, там написано по-другому, счастлив человек, который мифахет, мифахет это глагол, когда ты, как бы себя пугает, не боится, а себя пугает, то есть у тебя должна быть внутренняя, у тебя должна быть полная уверенность во Всевышнем, но ты где-то должен себя чуть-чуть подпудивать, да, как говорят, реши даат, Мишле тоже начинается, основа познания, страх перед Богом, ты должен себя чуть-чуть пугать, чтобы я где-то не нарушил волю Всевышнего, чтобы я где-то не ошибся, То есть этот страх, он должен быть помогающий такой страх, и тогда вся система будет правильно отладить свой внутренний мир, очень сложно я вам скажу, очень сложно, потому это прям работа всей жизни, потому что у человека внутри сиецерара, это злое начало, инстинктивная часть мозга, есть эмоциональная часть мозга, то что называется мозг млекопитающих. Есть неокортекс, это система убеждений, система мышления, и система мышления кажется такой иллюзорной, про нее сказал царь Соломон, что все эвел-эвелим, все суета-сует, все пар паров, но несмотря на то, что система мышления иллюзорная, но именно все решения человек делает там, и отладить все эти три системы, чтобы они с собой друг с другом взаимодействовали, чтобы вот этот вот инстинктивный мозг, который у большинства людей травмирован детскими какими-то страхами, в детстве человек тут испугался, там испугался, здесь испугался, и у него полно травмы, фобии, то есть он на уровне инстинктивном, он может сильно бояться. Дальше у него мозг млекопитающего, да, млекопитающая вот такая корова, которая привыкла, что ему хорошо там, например, здесь, и вот он, ну, как бы привык тоже находиться под контролем этой коровы. Тут у него в рациональном мозге вообще полный иррационализм, у него он в рациональном мозге верит, что там Хортина без манитюра не Хортина, он верит в какой-то набор каких-то убеждений, каких-то идей, которые вообще могут его просто ступорить вообще в жизни полностью, ступорить жизни, то есть он живет в какой-то системе убеждений, которая вообще не работает. И вот смысл жизни – это наладить всю эту систему, ее отладить, ее отрегулировать, чтобы тебе было хорошо и физически, чтобы тебе было хорошо эмоционально, чтобы тебе было хорошо интеллектуально, чтобы ты знал, что впереди у тебя вечная жизнь, что Бог тебя любит, чтобы ты правильно общался со своими детьми, с людьми, потому что, знаете, как человек там, я сейчас тебе скажу правду в глаза, потому что я честный человек, я тебе скажу, и всю гадость, которая у него в голове, он на другого выпихивает и думает, что он прав. Это неправильно, это запрещено Торе, и потом его там другие люди ненавидят, а он думает, что ж такое, я ж такой хороший человек, прям реально, никому зла не делаю. Ну, сказал я этому, что он козел, этому сказал, что он козел, а этому передал, что тот сказал про него, что он козел, я же все правильно сделал. Ему говорят, нет, ты неправильно сделал, по Торе это запрещено, это называется сплетни, злоязычие, все. Он такой, не знал, не знал. И тут у него два варианта, или сказать, что у него была неправильная система мышления, или сказать, что Тора неправильная система мышления, и остаться в своем убеждении. Вот это вот выбор каждого из нас, и чтобы Всевышний нам помог, об этом надо молиться, чтобы Всевышний помог делать правильные выборы, помог правильно служить Всевышнему, правильно учить Тору, правильно молиться. Об этом надо молиться каждый день, в первую очередь, чтобы Всевышний открыл правильную дорогу, чтобы вы реально шли по правильному пути. Все, и заслуга этого, Всевышний выполнит все наши потребности, как он выполнял всегда. Мы уже живем сотни поколений Живем, значит Всевышний всех обеспечивал Без медицины, без антибиотиков Дожили до сегодняшнего момента Все, нужно быть благодарным Всевышнему И, значит, учить то, как правильно действовать Сегодня мы выучили урок Что нужно приучить себя полагаться на Всевышнего И жить без страха Все, всем удачи, успехов, пока До завтра, завтра мы узнаем, что было дальше Продолжение следует